Дорогие друзья, здравствуйте! Мы продолжаем исследовать Священное Писание, пытаясь найти ответ на вопрос «Христос, кто Он?». В Библии представлено многообразие спасительных функций и служений Сына Божия, Иисуса Христа. И на одной из этих функций мы сейчас с вами остановимся. По сути дела, это тройственная спасительная функция Иисуса Христа, о которой Он Сам говорит следующее. Евангелие от Иоанна, глава 14, тексты с 4 по 6. Эти слова Иисус Христос произносит после своего выдающегося обещания о том, что Он придет снова, чтобы забрать своих искупленных от земли, чтобы они тоже были там, в этой небесной реальности, куда Он уйдет. Вот, 14 глава Евангелия от Иоанна и тексты с 4 по 6. «Куда я иду, – говорит Христос, – вы знаете, и путь знаете». В ответ на это Фома сказал ему, «Господи, мы не знаем, куда идешь, и как мы можем знать путь?» Вот в ответ на это неведение, на это сомнение, может быть, и даже какую-то растерянность одного из своих учеников Иисус отвечает ему, «Я есть путь, и истина, и жизнь». Итак, вот эта тройственная характеристика собственной миссии «Я есть путь, истина и жизнь», она будет сейчас в центре наших рассуждений. Итак, что же могут означать эти слова Иисуса Христа «Я есть путь»? Вообще, понятие пути, оно очень емкое, и, конечно же, речь не идет здесь о пути в нашем привычном представлении, как некой дороге, тропинке, каком-то расстоянии между двумя географическими точками. Понятие «путь» здесь наполнено, наверное, другим смыслом и другим содержанием. Кстати, «путь» – это достаточно известная категория даже в философских школах. Например, есть такое учение в Китае как «даосизм», буквально это учение о пути. И под «дао» понимается некий путь, правильный, истинный путь всех вещей под небом. Основная проблема людей вот в этом учении заключается в том, что люди постоянно отклоняются от «дао», отклоняются от этого правильного или истинного пути. И решение всех человеческих проблем заключается в том, чтобы жить в согласии с «дао», жить в согласии с этим путем, жить в согласии с природой вещей, не нарушая их естественной гармонии. В буддизме тоже есть представление о пути, как прекращение всех человеческих страданий, о пути к освобождению от человеческих страданий. Это так называемый благородный восьмеричный путь, подразумевающий три основных стадии – этап мудрости, этап нравственности и этап сосредоточения. Ну, а конечная цель вот этого пути – это вырваться из бесконечного круговорота сансары, оказаться в нирване. Но вот особенность такого понимания пути в этих учениях в том, что там мы не видим Бога, там мы видим человека, который пытается, пытается этот путь, правильный путь пройти и достичь какой-то определенной цели. Что же говорится о пути в Библии? И как представлена вот эта концепция пути? Я еще раз подчеркиваю, речь не идет о привычном нашем представлении о пути, как какой-то дороге в Священном Писании. Чтобы нам найти ответ на свой вопрос, нужно прочитать хотя бы несколько текстов. Я начну с книги «Бытие». В шестой главе, в двенадцатом тексте, описано состояние людей перед потопом. Шестая глава, текст двенадцатый. «И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». И мы понимаем, что здесь под путем понимается именно вот этот растленный образ жизни. «Всякая плоть извратила путь свой на земле, означает, что неправильно живут люди, не путями Божьими они ходят, избрали свой греховный путь или образ, образ жизни». Так, я думаю, будет понятно значение слова «путь» в этом тексте. Иов, многострадальный Иов, в двадцать третьей главе своей книги, в тексте десятом, произносит такие слова «но он, то есть Бог, знает путь мой, и пусть испытает меня». Вот эти слова Иов произносит в состоянии крайней степени отчаяния и тупиковости, когда ему кажется, что Бога уже нет в его жизни. Вот он даже произносит перед этим такие слова «смотрю вперед, нет его, оборачиваюсь назад, и там его не вижу, ни справа, ни слева, нет». И после вот описания своего отчаянного положения этот человек, тем не менее, восклицает, «но он, то есть Бог, знает путь мой, я его уже не знаю, я уже не знаю, что со мной происходит и почему это происходит. У меня нет ответов на мои бесконечные почему, но он, Бог, знает путь мой». Что он знает? Что понимается под этим путем? Он знает меня, внутренность мою, он знает жизнь мою, он знает, что вот, ну, не повинен я во всем том, в чем меня обвиняют даже близкие друзья. Бог знает путь мой, знает жизнь мою. Еще один пример из книги «Псалтырь», 85-й псалом, текст 11-й – это молитва Давида. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Опять же, вот смысл слова «путь» в данном тексте вполне понятен. «Наставь меня на путь Твой» – это значит, наставь меня таким образом, чтобы я ходил в истине Твоей, «и чтобы сердце мое было утверждено в страхе имени Твоего, чтобы я мог восхвалять Тебя, Господи, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно». Ну и последний пример из книги «Притч», 14-й глава, 12-й текст. Вот этот текст, наверное, знают очень многие люди. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». И опять понятно, что здесь речь не идет о буквальных каких-то путях или дорогах, речь идет об образе жизни. «Есть путь, который кажется человеку прямым, но конец его – путь к смерти». «Есть образ жизни, который кажется человеку правильным, но на самом деле он ведет его к смерти». Это образ греховной жизни. Таким образом, в Ветхом Завете путь – все тексты, прочитанные нами, были из Ветхого Завета. В Ветхом Завете путь – это образ жизни, связанный либо с послушанием Богу, либо с непослушанием Богу. И вот, когда мы размышляем дальше над путем, о котором идет речь в Священном Писании, как образе жизни, мы понимаем, что сами по себе мы грешники, грешные по природе, бессильны, бессильны изменить пути своей жизни. Мы склонны, склонны ко греху, вот, и неизбежно этот грех приведет нас к смерти. А измениться и изменить свою жизнь таким образом, чтобы она была угодна Богу, чтобы мы могли исполнить волю Божию во всей ее идеальной чистоте и красоте, мы просто не в состоянии, мы в своей греховной природе обречены. Но когда Иисус Христос говорит всем нам, что Он есть путь, Он открывает перед нами славную надежду. Он не просто показывает нам, как нам нужно изменить свои жизненные пути, чтобы быть угодному Богу. Он не просто нам описывает вот этот новый путь, по которому мы должны идти. Он о себе говорит, что Я есть путь. Другими словами, Я прошел путь, которым вы пройти не в состоянии. И вот этими словами Я есть путь, Иисус Христос как раз-таки и говорит о том, что Он для нас, грешных, обреченных на смерть, является тем спасительным мостиком, который соединяет нас, грешных и слабых, снова с Богом, с Небесным Отцом. Интересно то, что ранняя церковь, до того еще, как она стала называться, когда последователи Христа стали называть христианами, это в Антиохии, до этого ее называли путем Господнем. В книге «Деяния апостолов» несколько раз упоминается вот такое название ранней христианской церкви «Путь Господень». Ну и ассоциация здесь вполне прозрачная и понятная. Почему это путь Господень? Да потому что эта церковь связана со Христом, который предложил определенный путь. Это путь спасения в нем, в нем самом. Ибо Он есть путь. Вот такая интересная мысль заложена в первых словах этого знаменитого изречения Иисуса Христа. «Я есть путь, истина и жизнь». Вторая часть этого изречения – истина. Христос о себе говорит, что Он есть истина. И вот здесь мы сталкиваемся с самым, пожалуй, известным философским вопросом, потому что понятие истины – это понятие философское. Что есть истина? И во все века, во все времена в разных философских школах пытались искать ответ на этот вопрос. Что есть истина? Чаще всего под истиной понимается некая конечная мера всех вещей, некая конечная идеальная реальность, некий абсолют, который человек пытается постичь с помощью своего человеческого разума. Но вот этот абсолют – это некая точка, точка совершенства, она постоянно от него ускользает. И ответа на вопрос, что же есть истина, до сих пор нет. Даются самые разные определения в разных философских школах на этот вопрос, но многообразие этих определений свидетельствует о том, что человек, в общем-то, и не знает, что есть истина. Ну и, естественно, этот вопрос напоминает нам встречу Иисуса Христа с Пилатом, которая описана в 18 главе Евангелия от Иоанна. Я хочу сейчас прочитать 37 и 38 тексты. Иисус Христос оказался перед Пилатом, прокуратором иудейским. Да, это римский чиновник. И Пилат спрашивает у Христа, «Итак, ты царь, Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь». И дальше. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. «Всякий, кто от истины слушает глаза моего». Пилат сказал ему, что есть истина. Да, вот как только этот римский чиновник, видимо, хорошо образованный, услышал из уст Иисуса Христа это слово, истина, он тут же за него ухватился и задает ему этот вопрос, на который пытались отвечать философы. Что есть истина? Надеясь услышать от него какой-то ответ, но проблема Пилата в том, что он этот ответ не услышал от Иисуса Христа, хотя Христос уже на него ответил. Еще раз хочу обратить ваше внимание на слова Господа Иисуса Христа. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины слушает глаза моего». Что хочет сказать этими словами Иисус Христос? О какой истине он пришел свидетельствовать в этом мире? И что понималось под истиной в тогдашнем иудейском религиозном сознании? Конечно же, под истиной понималась не какая-то абстрактная философская идея. Понятие истины в иудейском религиозном контексте – оно глубоко личностно. Понятие истины связано с самим Богом. И об этом очень хорошо пророк Иеремия в свое время сказал в 10 главе, после того, как он жестко достаточно высмеял богов, башков, которых делают люди себе и которым они поклоняются. Используя вот этот метод едкой сатиры, пророк пишет, «Так, говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений, которых язычники страшатся, ибо уставы народов – пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось». А дальше, смотрите, они как обточенный столб не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить вам зла и добра тоже не в силах делать. И вот после того, как пророк так едко высмеял языческий образ бога поклонения, он заявляет, «Нет подобного тебе, Господи!» «Ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это? Потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе, все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение – это дерево». Ну и десятый текст, как раз-таки вот кульминация того, что хочет пророк сказать нам. «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый и царь вечный. Господь Бог есть истина». Вот в Священном Писании истина – это не абстрактная вещь, не абстрактные понятия, которые мы пытаемся постичь своим ограниченным человеческим разумом. Истина персонифицирована, если можно так сказать. То есть она не обезличена в какой-то абстрактной идее. Она, истина, привязана к самому Богу. Господь Бог есть истина. Вот Он есть та конечная мера всех вещей. Он есть тот абсолют, на который мы призваны ориентироваться в нашей жизни. Но не в философском ключе, а как личностное живое существо, с которым мы вступаем в отношения, в отношения завета. И по воле которого мы и призваны жить на этой земле. Так вот, когда Иисус Христос, возвращаясь к эпизоду с Пилатом, когда Иисус Христос произносит перед Пилатом такие слова, что «я пришел, чтобы свидетельствовать об истине», Он тем самым как раз-таки и сказал, что «я пришел на эту землю, чтобы явить Бога, Бога единого, истинного и живого Бога». Он говорит о том, что «видевший меня, видел и Отца, потому что Я и Отец одно». Итак, истина, о которой Иисус Христос говорит в своем этом известном изречении «я есть путь и истина, и жизнь», истина здесь не абстрактное понятие. Она ассоциируется с самим Богом, и, конечно же, она ассоциируется с Сыном Божиим, Иисусом Христом, потому что Он на равных с Богом, Он истинный Бог. Небесный Отец, о Котором Он свидетельствовал здесь на земле, есть истина, и Он тоже есть истина, потому что Бог един. Ну и, наконец, последняя составляющая вот этого тройственного заявления Иисуса Христа «Я есть путь, истина и жизнь» тоже чрезвычайно важна для нашего осмысления того, «кто же Он на самом деле, Иисус Христос?» Он говорит о себе как о жизни. «Я есть им жизнь». Понятие жизни очень сложное для нас. Понятие – мы бессильны дать определение жизни. жизнь всегда будет оставаться для нас какой-то тайной, какой-то загадкой. Одно мы можем сказать, что жизнь – это состояние, которое человеку естественно, и оно доставляет человеку радость. жизнь противопоставлено смерти, которое пугает человека и воспринимается им как что-то неестественное, уродливое, то, что причиняет боль и страдания. Так вот, вся наша жизнь, все наше земное существование, оно проходит под страхом смерти. Один из выдающихся мыслителей современности, Пауль Тиллих, в своей небольшой книге «Мужество быть» говорит о том, что одной из причин тревоги, сопровождающей человеческое существование по жизни, является как раз-таки страх перед неизбежностью смерти. И когда Иисус Христос приходит в наш мир, в котором царит смерть, и заявляет о себе «Я есть жизнь», картина сразу меняется. Своими словами «Я есть жизнь» Иисус Христос помогает нам, живущим в состоянии постоянной тревоги перед неизбежностью смерти, помогает нам освободиться от этих страхов и почувствовать какое-то жизненное облегчение. Благодаря вот именно этим словам Иисуса Христа. «Я есть жизнь». Все устремления рода человеческого – это устремления к жизни. Умирать никто не хочет. Все хотят жить. И на протяжении веков и тысячелетий люди пытались найти выход из этого неизбежного тупика смерти, предлагая какие-то эликсиры вечной молодости. Но мы понимаем, читая Священное Писание, что сам человек бессилен решить эту страшную проблему своего человеческого бытия, своего человеческого существования, проблему смерти. Потому что она не представляет собой естественный процесс, как многие пытаются нас убедить в том, а она представляет собой ничто иное, как следствие, как результат грехопадения, то есть отступление от Бога, как источника жизни. Жизнь связана с Богом. Он – жизнедатель. И одна из характеристик Сына Божия Иисуса Христа, которая нами уже рассматривалась, как раз-таки в этом и заключается. Иисус Христос – жизнедатель. Он сотворил мир, Он сотворил жизнь в этом мире. И когда речь шла о сотворении человека, Он вдунул в лице его дыхание жизни, и после этого человек стал душою живой, стал живым существом. Так вот, Иисус Христос, заявляя о себе «Я есть жизнь», Он возвращает, как бы, этими словами нас к тому до греховному состоянию человечества, когда человек не знал, что такое старение, что такое тление, что такое смерть. Когда человек видел перед собою жизнь, и жизнь, не прерывающуюся смертью, жизнь, не прекращающуюся. Иисус Христос, заявляя о себе «Я есть жизнь», помогает нам сегодня преодолеть этот страх неизбежности смерти и наполнить свою жизнь новым смыслом и новым содержанием. Привнести вот этот элемент вечности, если можно так сказать, в свое бренное существование. Потому что изначально Бог заложил, заложил вечность, как сказано в одном из текстов Священного Писания, заложил вечность внутрь нас. Мы были созданы для жизни, а не для того, чтобы умирать и переживать смерть. Слава Господу за то, что Он есть путь истина и жизнь. И зная того, кто есть путь истина и жизнь, мы можем смело смотреть в завтрашний день и не бояться того, что нас ожидает, веря в то, что настанет день, когда Господь явится во славе Своей и положит конец всем нашим страхам, тревогам, болезням и смертям. Я верю в такого Бога и надеюсь, что вы тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова